Всем привет, меня зовут Андрей и вы на канале Industrial Tool. Сегодня у нас речь пойдет о импакте вот таком. Это аккумуляторный ударный шуруповерт модель DTD-153Z. На самом деле долго думал про что снять это видео, точнее как сделать на него обзор, потому что, честно, даже не знаю, что о нем рассказывать. Ну, импакт и импакт. Классная модель. Раньше я импактами сам не пользовался никогда. Ну, точнее, я пробовал, но свой личный никогда не имел. И на днях я вешал видеокамеру. И скажу я вам, я вешал ее в металлические трубы. Крепил на кровельные саморезы. А до этого я когда-то туда вешал светильники, прожекторы светодиодные. И вешал обычным шуруповертом. Крепил эти саморезы. И скажу я вам, как бы небо и земля. Этим они просто залетали. Ну, в комплекте у нас, как всегда, инструкция, бумажки. И вот в таком пакетике здесь лежит скоба с винтом. Это мы все откладываем. Значит, на коробке у нас особой информации здесь никакой. 18-вольт аккумулятор. Ударный шуруповерт аккумуляторный. И бесщеточный мотор. В принципе, никакой больше информации. А, ну, автоматический тормоз, подсветка. И еще каких-то пару символов, которые я сейчас не скажу, что означают. Выглядит вот так компактненько. Выпуск его 9-й месяц, 2021 год. Характеристики на шильдике 3400 оборотов в минуту и 3600 ударов в минуту. Сделан в Румынии. Спереди два светодиода. Надпись Бэри мотор. Удобный, маленький. Так, возьмем аккумулятор. Аккумулятор, куда я видел. Аккумулятор 5 А, почти заряженный. И поставим на него какую-нибудь оснастку. Оснастку я поставлю от компании Вера. Здесь у него в наборе есть обычные биты и желтые какие-то. Желтые, я тут понимаю, возможно, они для импакта. Кто знает, напишите в комментариях. Но это, не знаю, можно ли на импакт использовать или нет. И как бы особо про него рассказывать нечего. Поэтому я решил сравнить этот импакт с обычными шуруповертами. А шуруповертов я сегодня набрал, как говорится, немало. И первый шуруповерт, с каким я хочу его сравнить. Хотя, как бы, эти инструменты сравнивать нельзя. Это обычный шуруповерт, это дрель. А это просто шуруповерт, импакт. Дрель, чтобы сверлить. Импакт, чтобы закручивать. Но, закручивать можно и этим. Но в корне отличается сама техника и процесс закручивания. Значит, DDF 485. 18 вольт. От нуля до 500 оборотов на одной скорости. На второй от нуля до 1900 оборотов в минуту. Так, а здесь, я говорю, здесь 3400. Тоже сделан в Румынии. Третий месяц 2021 года. То есть, они почти ровесники. Тоже берем пятерочку. Ой, а эта пятерочка у нас съевшая. Пока. Сейчас поставлю на зарядку. Так, что мы поставим? Какую оснастку? Да, какую у нас вот есть. Без аккумулятора неудобно. Поставим сюда. Ну и, наверное, тоже поставим сюда ПЗ. ПОЖДО. Так, готово. С чем мы еще будем сравнивать? Есть у меня вот такой комплектик. Это шуруповерт. Модель HP330DX100. Комплектация DX100. Комплектация DX100. Это, когда в России Makiti было 100 лет, продавались такие юбилейные наборы в красивой упаковке сверху, чтобы бумажная была. И я его тогда... Магазин был в строй-депо. Что-то очень дешево стоили. Я тогда, мы с другом по одному взяли. С напарником электромонтажем тогда занимались. Отсюда я даже почти ничего не использовал. Здесь также есть вот такой переходничок по битку. Есть макитовских много бит. Какие угодно. Сверла. Сверла по металлу, по бетону, по дереву. И два пера. И зенковка еще. И есть головки какие тут размеры. От 8, 8, 10, 12, и 6. В комплекте здесь у нас кабура есть на поезд. Аккумулятор я зарядил. Подготовился. Шуруповерт вот такой. Отложим. И здесь еще в коробке есть вот такой контейнер. Сейчас я уберу, чтобы не мешало. В чемоданчике можно носить всяческую оснастку. Вот здесь, кстати, по металлу есть. Мы его сегодня испытаем. Здесь я когда-то что-то крутил. Валяются разные саморезики. Что-то мы возьмем. Золотые. И добавим. Вот здесь. Шуруповерт этот ударный. Можно поставить на закручивание, на сверление. Ну и так же трещотка. Две скорости. Тут характеристики указаны. 0,400 оборотов. Вторая скорость 0,500. Чуть-чуть меньше этого. И удары 6 тысяч ударов в минуту. И 22,5 тысячи ударов в минуту. Ничего себе. Шуруповерт 2015 года, третий месяц. Старичок уже. Аккумуляторы этого уже года. Может быть, даже раньше. Да, 15-й год. Первая 15 цифр. Но аккумуляторы еще рабочие. Тоже сюда поставим рожду. И для полного набора интереса у меня есть еще это мой тоже шуруповерт. Неожиданно дэвольт. Шуруповерт этот прошел тоже. Очень много отработал. Он, по-моему, на аккумуляторе написано 2013 года. Аккумуляторы тоже я зарядил. Аккумуляторы до сих пор работают. Но уже слабоватенькие. Да и шуруп уже. Если когда его включаешь, здесь прямо видно, как двигатель болтается вот так. То есть там внутри скорее всего корпус изношен. В ремонте ни один инструмент не был. Двигатели не менялись. Батарейки все родные. Какие есть. Этот шуруповерт не ударный. Маленький, компактный, удобный. То есть в принципе это то же самое. Просто у Макиты после на такие слайдерные перешли аккумуляторы удовольствия. Это было чуть раньше. Здесь тоже 0,400 оборотов 0,1500. Ну то же самое. Возможно здесь даже движки от этого же мобучий мотор. Что здесь, что здесь. Свои только редукторы. То есть это абсолютно два одинаковых шуруповерта. Можно так сказать. Ну и давайте что-нибудь сейчас отложим закрепим материал, который будем использовать. А, ну и на чем попробуем. Есть вот такие подголовки кровельные. Ну эти вот они маленькие семечки. И у меня еще еще хочу вот хотел показать. У меня есть обзор. Есть у меня вот такой наборчик X104 называется. Покупал давным-давно не знаю в каком году. Он здесь у меня короче чего-то нету. Что-то просто валяется сверла вообще отсюда по металю. Иногда выручает этот набор. Но когда появился видите шуруповерт. Ну я этим пользовался. То есть как вы видели в шуруповерте там все новое целое не использовалось. по сути набор этот битый может быть сверла здесь хорошие были. А вот там рулеточка тут есть. Я почти не использовал. Часто использовал Zenker. Уровень здесь кривой. Но головки использовал. Вот эта штучка по-моему когда-то у меня даже сломалась. Ладно возьмем ее. Попробуем посверлить еще перьями. Сравни как дрель сверлит перьями и как сверлит перьями импакт. Ну кстати перья не для импакта для расслабления. Есть у меня еще вот таких два прикольных сверла. Правда они уже тупые очень сильно тупые. Они свое отработали. Но я их не выкидываю. храню. И еще у меня есть вот такой стендли чемодан FAPMAX для различной оснастки. Точнее не оснастки а расходки. Отсюда мы возьмем вот эти вот саморезики черные и семечки. Семечки со сверлом маленькие семечки со сверлом. И где-то у меня пакетики есть тоже семечки но без сверла. А есть какие-то со сверлом и без сверла. для начала не знаю есть у меня такой кусок бруса примерно 40 на 40. закрепим. Закрепили. Возьмем черные саморезы под дерево. 4 шуруповерта и 4 сверла. ddf 485 поменьше поставим скорость можно поменять на побольше. Удобный шуруповерт но для этого шуруповерта я бы использовал маленький аккумулятор. хотя если весь день работать конечно почему популярны бошевские аккумуляторы эти шуруповерты маленькие компактные или вот типа таких потому что они легче и простую работу для мелких саморезов лучше конечно проще не лучше а проще и легче использовать маленькие шуруповерты для крупных работ сверления всякое конечно вот такие шурики которые идут помощнее шурики дрели давайте возьмем девольт это максимальная 15 трещотка стоит кстати многие закручивают саморезы в режиме сверления это категорически делать запрещено и потом эти товарищи пишут в комментариях в последнем ролике про мабучи двигатели написано какие бумаки эти мабучи двигатели полное говно горят постоянно чувак используй правильно если ты перегружаешь у тебя любой двигатель сгорит неважно какой он фирмы фирмы здесь может сказываться то что аккумуляторы старые вот он вообще садится давайте другой аккумулятор попробуем на д-вольт короче в данном ролике опираться не надо потому что сами понимаете тринадцатый год оно еще живое вот этот аккумулятор пошустрее оставляем этот аккумулятор здесь так тоже возьмем древний шуруповертик стоит на завинчивании 18 трещотка первая скорость медленная скорость вот это пошустрее работает битка осталась давайте на второй скорости саморез подлиннее держатель видите не очень хороший выпадает все время шурик мне этот нравится удобный очень удобный д-вольт при этом нравится не меньше ну и давайте сейчас импактом берем чтобы не жужжало короче три палки возьмем возьмем длинный это бита PZ не подойдет щас пиаш найдем пиаш желтых нету я понял желтые желтые PZ а серые PA чтобы не путаться сколько лет у меня набор я только сейчас понял вот это тема но так как в этом шуруповерте нет никаких регулировок и настроек здесь чисто нужно чувствовать и со временем оно приходит ты понимаешь когда нужно больше курок нажать когда меньше ну во первых здесь и скорость намного больше и ты не применяешь силу никакую он сам закручивается давайте вот сейчас подкручиваю сейчас саморезы но при этом вот я так понимаю им сложнее сделать работу аккуратнее для черновых работ всяких лучше конечно его использовать для прям чистовых можно нечаянно перенажать перекрутить и может пойти не так что-нибудь давайте вот этот прикольно ставлю ставлю двадцать первую затяжку до конца его закрутило и срабатывает прищепка всегда провалился сейчас поменяем скорость на маленькую чем меньше скорость тем больше сила ну вы видите да импактом это делать намного безвее не нажимаю я просто его придерживаю вот одной рукой не получается одной рукой то есть чуть-чуть надо придавить потому что сейчас неудобно морелы горячие что я могу сказать кайф давайте девольтом тяжко ему заходить на большой скорости и маленькой макиткой 330 эти шуруповерты не для таких саморезов вот если постоянно весь день такие крутить как раз начнут гореть движки вот на медленной скорости нормально заворачивает так убираем пробуем на совсем мелочевки сюда на любитки на другие хотя они подходят да сюда надо о чё это у нас пиаш один как-то не так пошло ну большая еда надо никакой не применять усилий медленно аккуратненько шуруповерты точнее дрели дрели это сделать просто дрели это сделать просто дрели 1 1 поставил сейчас попробуем мне кажется на 1 завернет почти до конца ё-моё напишу в комментариях вот рукожоп ровно не может чем кстати удобны вот эти насадки раз-раз битки поменял не надо патрон крутить видите маленьким шуруповертом сделалось более аккуратно все-таки придется снять маленькие вот под маленький самореза очень конечно маленький понятно я думаю дураку так пока у нас деревяшка еще здесь давайте посверлим давайте чем маленьким здесь восьмерка сейчас поставлю дрель в дрели ставим на сверление на быструю скорость на медленную скорость дрель надо давить плюс совет дам такой не закрывайте отверстия охлаждающие вас будет перегреваться двигатель это относится к любому инструменту давайте попробуем здесь не получится и вот сюда зажать потому что вид они такая попробуем без этого давайте разок не так лучше не делать сейчас мы найдем вот двадцать вторая у нас подойдет двадцать вторая здесь у нас чисто ну это просто песня без напрягов на тебе у нас нас рано получилось давайте это пылесосим пылесосим аккумулятора нет ну 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 вот очень удобная штука циклон а теперь давайте я это же перо поставлю ну например на 2 вольт а а а и 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 не переключил на сверление и 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 сдавили что довольно там что этим он останавливается видите нужно держит понимать какое усилие вы прикладываете чувствовать этот момент когда он садится и когда он счет进 не буду засверливать там сейчас просверлю столешницу эту ну короче вы поняли, это сверлить такими шуруповертами, представляете, если вы на каркаснике работаете и вам нужно под гофру там, под провода, неважно по что, чтоб 50-100 отверстий в день сделать это либо импакт, либо есть специальная дрель у макиты угловая мощная ну и давайте напоследок импактом 25-м это тоже по-моему 25-е да, 2,25 вот 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 ну и последнее вот такое сверлышко продолжать не буду все теперь меняем заготовку и пробуем металл но теперь сверлим металл даст дам совет один перья и любую вообще оснастку для импакта нужно использовать только ту на которой написано что она предназначена для импактов для ударных шуруповертов потому что плохая и некачественная особо особенно оснастка может вас просто там слизаться перекрутиться в патроне и заклинить что в принципе почти чуть не произошло вот видите желтая она получается с мягкого металла вышла потом с трудом или вытащил поэтому будьте говорится аккуратно вот веровской я думаю так никогда с веровской не произойдет хотя она может и не для импактов пробуем по металлу металл толстым конечно не для этого предназначен точнее вот эти саморезы кровяные но все же попробуем вот он начал закручивать если сейчас добавлю в корости просто оторвет шляпку поэтому нужно нарезать реверс немножко такой металл нужно проходить сначала сверлом попробуем вот такой он у меня один поэтому не знаю попробуй в то же отверстие ладно давайте в новую на быстрой скорости сверлить тоже не нужно потому что просто ну она не засверлится здесь нужно кернить потому что видите он гуляет вот она чуть-чуть началось может здесь пойдет самореза кривой да саморез кривой поэтому не получится у нас ничего вот вот так Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. На медленной скорости. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Он не может. На первой скорости пошел. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Закрутил... Закрутил... Саморез какой мощный. Столько отверстий просверлил. Ни одно сверло... Китайский так не сможет. Хе-хе-хе-хе-хе... Ну ладно... Ну и в конце можно попробовать... Не знаю, вот такая семечка есть... Пресс шайба... Пресс шайба... Не зайдет... Вот это ее прижало... Не снимается... Не снимается с этого... Так... Так... Отдай... Помедленнее... Попробуем... Закрутил... 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 Продолжение следует... Сорвало шляпку. В принципе, все. Давайте заканчивать. Основное, что хотел я этим роликом сказать, чтобы вы поняли, в чем различие импакта от шуруповерта. Ну а так, в хозяйстве надо иметь и то, и то. Для разных видов работ, то есть иметь разный инструмент использовать. Ну а на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok